Здравствуйте, друзья! С вами семейный юрист и психолог Антон Сарвачев. Спасибо огромное, что продолжаете поддерживать меня на Boosty. Там и ролики выходят раньше, и много того материала, много видеороликов, которые никогда не выйдут в открытый доступ. Ссылка на Boosty в описании под видео. Также в личных сообщениях на Boosty мне можно прислать ваш вопрос, историю отношений, размышления, ссылки на видео, которые вы бы хотели, чтобы я как-то сделал на него обзор, прокомментировал. Вот в личных сообщениях человек пишет мне следующее. Письмо достаточно объемное, очень большое, поэтому я, если буду хотеть что-то комментировать, я не буду ждать до конца, буду прерываться в чтении и, соответственно, свои пять копеек вставлять. Поехали! Привет, Антон! Не знаю, излишне много это или мало, но пишу, что лежит на уме. Бывает, сидишь, задумываешься о жизни и в одном из таких моментов подумал о том, что лично у меня люди постоянно должны пройти цикличность с знакомства до взаимодействия и разрыва этого общения. И этот цикл очень скоротечный. Я наблюдаю за другими людьми вокруг, и они как-то это общение продолжают годами. Может быть такое, что этим людям я, например, становлюсь неинтересным, ведь общение не односторонняя вещь. Но чаще всего лично я быстро, как говорится, в кавычках, съел и высрал. Потенциал этого общения. Снова сам с собой. Ну, то есть человек быстро сходится, пообщался, друг другу надоели, или кто-то кому-то доел, да и разошлись. Проблемы в этом не вижу, если все устраивает. Что называется, и сам отчасти такой. Ну, отчасти, правда. Сложно с людьми взаимодействовать, учитывая, что я себя разносторонне развивал и продолжаю. Также я тонко чувствую микромоменты в общении, переход границ и угрозу самоуважения, как и контраст личностей. Я вижу психотип, который передо мной, несколькими уточняющими вопросами, копнул вглубь личности, и там лед тонкий, как весной на озере. Основы просто нет. Я даже не пытаюсь такое общение создавать, наоборот, избегаю таких ситуаций, чтобы не растрачивать гармонию с собой на суету с новыми личностями. Отлично, вообще не вижу смысла растрачивать какую-то гармонию, если она у вас, если вам самому с собой хорошо, смысл с кем-то общаться. Опять же, можно пользоваться теми же самыми суррогатами общения, которых я не вижу ничего плохого, вроде интернет, телевизора и так далее. Смысла вкладываться за обоих в общение не вижу. Могу создавать почву, грамотно и постепенно выстраивать человеком доверительные отношения, наполнять общение интересным контекстом, но зачастую, в скобочках, всегда, это не оправдывает себя, и изначально вызывает блок в желании делать во весь свой потенциал эффективности. Может, это для развития внутренней гармонии в долгосрочном вредит? Это я пока не знаю. Здесь, мне кажется, не то, что проблема, а небольшой нюанс состоит в том, что вы под общением подразумеваете что-то свое, а другие люди, с которыми вы пытаетесь общаться, что-то свое. И в большинстве случаев люди общаются для того, чтобы получить что-то от другого человека. Не обязательно даже материальное что-то, а какую-то эмоцию, компанию. Вот самый такой пример. Алкаши на лавочке собираются, употребляют спиртные напитки. Одному считается, что пить уже совсем край. Вот так вот они. И вот эти вопросы алкашей, каких-то эпичных уважаешь, ты меня не уважаешь. У людей есть потребность в уважении от других людей. Человек – существо социальное, как мы все с вами знаем. Потребность в эмоциях каких-то, в каком-то социальном единении, в том, чтобы кому-то рассказать о своих проблемах, просто даже рассказать о своих проблемах, найти, что называется, чьи-то уши свободные и так далее. То есть люди не общались бы, если бы им это было бы не нужно. И вы пытаетесь общаться так, как это нужно вам, но ваша модель общения, которая у вас в голове сформировалась, она не является универсальной. Нет универсальной модели общения. Что вот здесь точка А, точка Б, вы, так сказать, делаете шаги друг к другу, что-то там наполняете друг друга, как-то взаимодополняете, что друг к другу даете, потом расходите. Большинство людей – они потребители. Потребители. Эмоциональные хищники, можно даже так сказать. Урвать что-то себе, а если не получилось, то пойти искать другую же. Можно энергетический вампир, можно все что угодно. Вот. И ждать от них такого общения, которое вы хотите. Тем более, если, как вы пишете, вам самому с собой хорошо, завидую вам белой завистью. В итоге в жизни есть работа с четкими границами. При общении с коллективом отсутствие ближнего круга, ведь я такой не создаю. У вас вообще на эти похоже на... Ну, я, так сказать, скептично, но не прям, чтобы прям уж совсем негативно отношусь к этой ранговой теории, что есть альфа-самцы, бета и гамма. Так вот, бета-самец, согласно этой теории, это такой потенциальный альфа. То есть, есть альфа-самец, а есть у него ближний круг бета-самцов. И каждый из них в случае смерти альфа-самца или его старения там какого-то, у которого все равно смерть закончилась, называется Акелла промахнулся, станет, станет, так сказать, на его место. Вот. Если эти бета-самцы оказываются в одиночестве, они начинают установиться автоматически альфа, начинают создавать свою группу. Или не создавать. Вот в вашем случае у вас есть такой потенциал в кавычках такого условного альфа-самца, потому что вы все время пишите, что вот вы, так сказать, видите людей, это качество альфа-самца, да, вы постоянно хотите, не то же хотите, а у вас мысли о том, чтобы создать какой-то свой круг общения. Не принять к чему-то чужому, а создать свой круг общения. Вот. То есть, ну, у вас вот потенциал какого-то такого условного альфа-самца, он здесь, во всяком случае, прослеживается из текста. То, что он не реализуется и вас это гложет, это, конечно, проблема, но, как я понимаю, не фатальная. Поэтому пока я что-то такого, с чем можно подискутировать, как-то поспорить или дать какой-то совет даже, я пока здесь не вижу. Ну, просто ваши мысли. Ну, окей, я их читаю, что называется, озвучиваю. Так. Жизнь наедине с собой. В плане мышления проработал ложные понятия о реальности и зависимости от родителей. Рандомных, ну, то есть случайных людей, которые исключительно для своих примитивных целей цели воспроизвели меня и я в этой пространственной временной точке явился. И с детства начал поглощать совершенно ублюдские модели мышления, которыми меня программировали изначально. Ну, добро пожаловать в клуб. Принятие и одобрение социумом религиозного напыления, государственных прошивок, дружбы и любви, а также от рабского мышления. Не подпускаю априори никого в зону безопасности. Ведь человек – существо, которое запрограммировано природой. Ну, есть разные теории, что такое человек. От того, что человек – это табула раса, чистая доска. Ну, мне вот так запомнилась чем-то эта теория. Я ее не придерживаюсь, кстати. Человек – это чистая доска, на которой общество, социум пишет свои письмена. И, соответственно, как она напишет эти письмена, вот такой человек и будет. До того, что уже, знаете, фатализм, что от вас ни хрена не зависит, все уже запрограммировано, преодопределено, расслабьтесь. До там чего угодно. Я все-таки сторонник того, что на человека отчасти влияет социум, отчасти влияет генетика, отчасти влияет некий рок, судьба, может быть. Но это выбор человека, соответствовать ему своей судьбе или не соответствовать, идти поперек судьбы. Тогда жизнь будет через одно место протекать. Поэтому то, что человек – существо, которое запрограммировано природой, ну, в чем-то запрограммировано природой. То есть, ну, то, что вы развиваетесь, взрослеете, стареете, ну, это определенно запрограммировано природой, конечно. Матрицей, богами, как угодно. Рано или поздно ставить палки в колеса, до того, оно в анабиозе выжидает этой ситуации осознанно или подсознательно автоматически. Четкого вопроса по этому у меня нет. Да и тут как бы риторично. Возможно, у тебя есть комментарии по этому, совет из опыта, ориентиры, которые с годами начали замечаться. Было бы познавательно узнать. У меня ориентир один. Человек должен быть счастливым. Он рожден для того, чтобы стать счастливым. Все, что этому счастью его, какому-то человеческому, которое он себе сам установил, которое в нем отчасти заложено, отчасти он сам установил, отчасти предопределено судьбой, роком, богами, все, что этому счастью способствует, это хорошо для этого человека. Все, что противоречит, отдаляет его от этого счастья, то плохо. Вторая, вторая для меня ценность, на которую я ориентируюсь, это свобода. Поскольку, с моей точки зрения, сложно стать счастливым, не будучи свободным. Ну, и здесь, опять же, можно спорить очень долго о понятиях. Целые, так сказать, тома писали люди поумнее меня, что такое свобода, от низши до кого угодно. Потом, многие из них плохо кончали из-за этого. Помню, в «Бесах» Достоевского, значит, там один такой персонаж хотел закончить жизнь Роскомнадзором, что называется у нас в интернетах, в ютубах, да? Вот. И, соответственно, когда ему говорили, ну, а в чем здесь свобода, он говорил, эй, вы не понимаете, моя свобода здесь в том, что я принимаю решение, когда мне умереть. Сошел с ума персонаж этот Достоевского в «Бесах». Вот. Люди ищут счастья и ищут свободы в этом мире. И сказать, что четко, о, там оно, для меня, может быть, оно вон там, а для вас совершенно противоположной стороне. И да, если для вас счастье будет причинением несчастья мне, например, да, или для части общества счастье это загнать в несчастье другое часть общества, то здесь вопрос уже становится, кто сильнее. Человек для счастья предопределен каждый, ну, рожден, так сказать, потенция у нас такая есть к счастью и свободе. Я считаю, что да, в каждом. Но на практике возможно ли у каждого счастье и свобода? Невозможно. И здесь уже вступает в силу, может быть, такой вот социальный дарвинизм. Кто сильнее, тот и приблизится к этому счастью и свободе. А кто слабее, по тем головам пройдутся те, кто сильнее. Ну, естественно, здесь под силу я не имею в виду физическую силу. У меня социальный закрытый тип личности, при этом я, если мне нужно подчеркнуть энергии, использую социум для подпитки внутренней силы. И в этот момент могу казаться открытым. Но даже в этом случае меня внутри ёкает, как только идет излишнее нарушение субординации. Например, за счет моих преимуществ на контрасте с окружающими и их восхищения. Но в меру, чтобы не утопать, потому что чрезмерно это в итоге расслабляет и вредит той тяге, которая изнутри меня стимулирует на улучшение жизни и радость от того, что я живу. Знакомо. То есть я сделал и делаю все, чтобы мне было комфортно и безопасно в жизни, но при этом просто невозможно избежать того прокрадывающегося чувства одиночества, которое приходит в момент физической или умственной слабости. Ведь если бы все время было под завязку занято ассортиментом жизненных благ, то и некогда было бы погружаться в такие состояния, но безупречно держать баланс всех сверхжизни на грани невозможного. Например, сегодня такой слабостью стало состояние, которое пришло после двух минут общения с РСП. Общение до этого было, это не первый контакт. Не потому, что меня прогнули или накинули сверх того, что я от них не ожидаю, а от общения, которое вызывает в итоге у меня изнутри жуткий дискомфорт вплоть до упадка интереса к хобби и тому, что обычно хочется делать. Ну, как тут в самую пору вспомнить про энергетических вампиров. То есть я научился отделять поток эмоций мыслей в разных состояниях. Но это каждый раз вызывает изнутри противные на уровне тошноты крутищие душу самоощущения. Я не могу пока разобраться, как себя проработать, чтобы на такое не приходил такого рода отклик изнутри. Хотя, как бы меня не крутило самоуважение то, кто я, не позволяет унижаться. Потом внутри чувство неполноценности будет влиять на иные сферы жизни. На крайний случай даже по той причине, что я понимаю, что тогда уж точно суп не сваришь. Ведь нижняя позиция не вызовет уважительного дальнейшего взаимодействия. Знаете, здесь я тоже не чушь самокопанию. Здесь нужно, конечно, всему знать меру. Я вам могу посоветовать следующее. Когда вас, что называется, крутит, когда вам кажется, что у вас отсасывают энергию, отсасывают, не то, что нужно, а энергию, когда вам кажется, что какое-то общение, из которого вы выйти не можете на вас оказывает деструктивное воздействие, здесь нужно уметь посмотреть на это со стороны, абстрагироваться от ситуации, переключиться. Каким образом это можно сделать? Никто ничего лучше не придумал, чем начать повторять про себя, например, какую-нибудь мантру, ну, например, какую-нибудь ом, да, или какую-нибудь молитву, самое короткое это «Господи, помилуй». Можно начать вспоминать таблицу умножения, все что угодно. Вот возьмите себе за правило делать так, потому что, ну, раз уж мы заговорили про энергетические во-первых, люди подпитываются от вас, социальные хищники, это все такое, люди подпитываются от вас, когда у них есть ваше внимание. Для любого такого человека, который вот вас, от вас хочет как-то подпитаться, испортить вам настроение, ему нужно для начала получить ваше внимание и уже потом с вами работать. до любого гипнотизера и кого угодно, любого человека, который хочет вам навредить или может вам навредить, ему нужно сначала получить ваше внимание. Ваша задача, как только вы это почувствовали, это внимание рассеять, увести от него. Подойдет что угодно, от таблицы умножения до каких-то молитв любых, из любой конфессии, какая вам нравится, с такой берите. И вот получается каждый раз вот такой тупик, либо в унижение, либо завершать. Как можно выворачивать разговор, когда ты видишь, что человек прямо или косвенно пытается затронуть самоуважение. Возможно, это не тупиковая ситуация для людей, которые этот рубеж научились решать, но я на данный момент вижу это точкой невозврата. Как я говорил раньше, в более ранних видео, вот здесь рассказывать про коммуникацию РСП, мы живем в стране хабалок, в стране, с уважением, кстати, любовью отношусь ко всем хабалкам, не все женщины такие, в стране невоспитанных людей. Соответственно, для них возвышать себя за счет растаптывания самоуважения других людей это только как дышать. Ну и да, по-хорошему вы их не переуспитаете. Воевать с ними, по-хорошему нужно бы держаться от них подальше или вот не давать им свое внимание хотя бы, если вы не можете выйти из ситуации. Попробую привести другой пример из иных ситуаций. Вот я в случае тесного общения с людьми или если это может как-то ухудшить настроение, не упоминаю людей, которые, как я предполагаю, могут вызвать негатив у человека. Это называется воспитание. Называется так. Еще раз подчеркну, страна невоспитанных хабалок. Невоспитанных ключевое. Даже не хабалок ключевое, а именно невоспитанных. Да, я прекрасно понимаю. И более того, я, например, иногда специально упоминаю тех людей, хамло любого пола. как правило, это женщины. Я начинаю упоминать тех людей, которые специально, которые могут вызвать человеке негатив. Почему упоминаю в восторженных тонах. Ну, просто человек такой, сволочек. А по-хорошему нужно бы оборвать общение и сказать, да, все, до свидания, меня там рыбка на плите убегает. Далее. Так. Негатив у человека как следствие ухудшить послевкусие самой беседы. Да вы, я вижу сексуальных, социальных гурманов. Бабьё же не брезгуют рассказывать о хренах, которые как-то где-то в их жизни постоянно стучатся им в окно в лицо глаза. То есть, если даже идёт какое-то ОЖБ подобие флирта, почему подобие, они делают это плохо, либо я недостаточно вызываю желание реализовать. ХЗ. И завязывать сообщение такого уровня, то рано или поздно, она обязательно должна упоминать херов из своей жизни. Чтобы этой манипуляции сто лет в обед, естественно, чтобы занизить вашу самооценку, чтобы показать, что вы не уникальны, чтобы вызвать вас вот этот соревновательный типа инстинкт, инстинкт охотника, чтобы вы другими херами начинали соревноваться уже за её внимание. Это очень скучная, очень тупая манипуляция школьницы третьего класса. А то и вообще детского садика. Поэтому, ну да, и опять же в стервологине, психологине все тоже про это постоянно говорят, что так надо делать. Вот они и делают. Они бы и так это делают, но если им ещё всякие авторитеты подтверждают, в кавычках авторитеты, без смеха и слёз на женских авторитетах не взглянешь на самом деле. любого, возьмите женского авторитета, вот кто в авторитете, да, у женщин, неважно это из какой области, это вообще неважно. Без слёз не всклянешь просто на это, на эту. Это может быть психолог, телеведущий, ищая, да, всё что угодно. И обычно это какое-то чмо просто. А для них это авторитет. Ещё нам говорят, ты ничего не понимаешь жизни, вот он, она, там, оно, серёга, там, сенний Собчак, коллективный, Лобковский. Лобковский. А так послушаешь и думаешь, господи. Любого берите, там без слёз не посмотришь. Вот. Так, что, на чём остановился? Ну, и они, да, многие из них рассказывают, что вот обязательно нужно, чтобы у тебя мужик соревновался, в нём так пробуждается тестостерон, мужские энергии, всё такое, чушь это собачья. Ну, просто чушь. Иногда, я, что называется, ну, опять же, чтобы позлить, да, вот, начинаешь перечислять баб, которых, может, даже не было из своей предыдущей жизни. Вот, тоже, ну, что вызвать не соревновательные, если ничего нет, чтобы, просто, ну, понимаете, это называется хамство на самом деле, это называется, ну, отсутствие воспитания, это называется быть хабалкой. Вот, я тоже в каком-то смысле хабалка. Ну, в зависимости от настроения, могу прям с удовольствием, да, так сказать, катком пройтись по человеку. Главное, чтобы настроение было соответствующее. Но это не значит, что я крутой там, или ещё. Ну, вот, вот такой человек. Но, мне, конечно, мешает это делать, воспитание маминой и папиной. Они меня хорошо воспитывали. Я долгое время лично в себе это прорабатывал. Что нужно думать о других, вот это вот всё, да, что вот о других нужно думать. Потом, когда видишь, проходит там 10, 20, 30 лет, и видишь, что о тебе никто не думает, думаешь, блин, нахрен мне о других думать. Я буду получать удовольствие лучше от других. Но, опять же, видите, это тут у каждого свой. Так, ладно, едем дальше. Понимаю, что это делается либо на автомате, либо с определённой целью. Например, провокационно показать, как за ней бегают, какого она уровня. Ну, да, вот то, о чём мы сейчас девственным интересом рассматривать этого человека. Становится просто, просто противно. Вы с девственным начальным интересом к людям лучше завязывайте. Ну, я не знаю, сколько вам лет, вот, но с этим надо завязывать. В людях, в людях намешано и хорошего, и плохого. Идут споры, опять же, да, там, можно гностика вспомнить, можно там кого угодно. Опять же, идут споры, а что в людях больше, хорошего или плохого. Я вам скажу, что я не знаю, что в людях есть и хорошее, и плохое. Но поскольку плохое, оно более яркое, более режется, режется, такое слово используем, мы это и видим очень часто. Даже в Роспехах есть что-то хорошее. Даже в самых мерзких хабалках что-то есть хорошее. Но, так хорошо, в них скрыто, что нам в глаза бросается вот эта вот мерзость. Поэтому, если вы, знаете, как это вот есть такое, ставшекрылатное выражение, что если ты смотришь в бездну, то бездна начинает смотреть в тебя. Вот. Если вы начинаете прям открыто и с детским интересом рассматривать человека, то говно будет бросаться и вонять сильнее, чем какие-то лепестки сакуры, которые в душе этого человека может быть тоже присутствуют. чем какой-нибудь яблоневый сад. Ну, вот там. Просто так, опять же, наша психика устроена. Мы больше обращаем внимание на плохое, чем на хорошее. Если добиться какого-то просветления и проработать себя вплоть до того, чтобы не замечать ничего плохого в людях, то с видом такого наивного дурачка вы будете жить в счастливом мире. Вокруг вас будут одни хорошие люди, они будут вам делать гадости и так далее. Вы на многих работах работать не сможете. Но представьте, вы какой блаженной улыбкой будете ходить и всем доверять. В общем, я к чему это говорю? Потому что, когда вы начинаете с начальным детским интересом, как вы пишете, рассматривать этого человека, вы приоткрываетесь. Не надо делать этого. Абсолютно. Даже в Библии не помню, но вот в Библии, по-моему, такое есть, что нужно быть мудрыми, как змеи. Кроткими, как голови, мудрыми, как змеи. Не нужно каждому человеку прям подходить с открытой нараспашку душой. Это плохо закончится для вашей психики. Это уже изучено и переизучено и не мое абсолютно открытие. Нужно выбирать. Уметь выбирать, кому открыться, а с кем не надо этого делать. Вот лично вашего интереса начального и детственного большинство людей просто недостойно. Я вот так вам это скажу. Становится просто противно. И так в итоге с каждой. Не знаю, какие тут могут быть компромиссы. Ведь либо ты в некомфортной обстановке, либо завершаешь это общение. Почему я не упоминаю ОЖП в разговоре с ОЖП? Считаю, это не нужно в личном контакте двух людей. Это вносит раздор в такую связь. Да и нет желания, просто не вижу смысла, зачем рассказывать, как себя какая-то ОЖП на каком-то этапе как-то повела. Знаете, есть такие доморощенные эти пикаперы, ловеласы, соблазнители, которые специально при знакомстве рассказывают женщинам про других женщин, вот, чтобы, знаете, они зачастую так секс с собой продают, рассказывают, как другим было хорошо с ним, значит, и тебе будет хорошо. Ну, в общем-то, тоже пытаются запустить женщин охотничий инстинкт самки конкурентный. Ой, так, понимаю, что типичным херам женским нравом это не проблема слушать, потому бабы не стараются фильтровать, но режут слух и тоже самоуважение. У самих баб таких границ нет, что я описываю, они их не вмещают в себе, у них с вами границ нет. Женщины друг с другом общаются очень аккуратно, как правило. Думают несколько раз прежде чем не то, что даже что-то сказать, а прежде чем посмотреть. Я вот так посмотрю, а не подумает ли Машка, что я имею виду на ее ваньку. Нет, я, пожалуй, буду смотреть в другую сторону. Здесь я пуговицы застегну, здесь растяну, они очень продуманы в отношении с другими женщинами. А с вами? Че там? Вот. Ну, с нами че церемониться? Все схаваем, все говно. А то, что вы не хаваете, опять же, делает вам честь. Это говнище. Так, либо у меня нет, и я научился настолько грамотно лицемерить, что сам себе врут. Но ощущение же неспроста изнутри сигнализирует при возникновении выше написанных шаблонах моментов жизни. У меня все больше прорастает мысль, что чтобы себя чувствовать в тонусе и жить радостно всегда, нужно, но очень сильно ограничить себя от тесных общений с людьми. Ведь тогда не возникает изнутри столь душераздирающих ощущений. Пока больше не идет изнутри, если есть что сказать, твое мнение, мне важно узнать. Спасибо. Вот вы в конце этого достаточно большого письма подвели к тому, к чему приходили многие монахи во многих конфессиях. и уходили кто в пустыне, кто в леса, в скиты жить, кто еще куда-то. Но затем по-разному складывалась их судьба и жизнь. Знаете, мне нравится такая притча, даже две притчи вам расскажу. Первая притча состоит в том, что сидит монах, неважно, буддийский, христианский, любого, представляете, сидит монах на берегу озера. К нему подходит другой говорит, ну что ты делаешь? Он на него внимание обращает. Говорит, типа, ну вот, ну что ты делаешь? Обратил на него внимание, говорит, я здесь созерцаю воду, я медитирую, нахожусь в тишине, вдали от людей, для того, чтобы моя душа очистилась, чтобы я приблизился к непознаваемому, чтобы я все понял. монах, который подошел, спрашивает того, который с ним медитировал, а что тебе мешает это делать среди людей? Ну, второй отвечает, ну, как, что мешает? Люди злые, люди сволочи, отвлекают, шумят, суетятся. Вот, а я вот сижу здесь вот на берегу озера, и во мне ишь, гладь, богодать, как на этом озере. Первый монах, который подошел, берет камень и кидает в озеро. Вода расплескалась, ил поднялся, и озеро стало мутным. Говорит второму монаху, который мититировал, видишь, люди, это как тот камень. Весь вот этот ил и весь грязь, он в тебе так и есть. И ничего ты с ним не сделаешь. И вторая притча, которая состоит в том, что пришел в какой-то монастырь монах, и до того он был смиренный, что как его люди, да и братья над ним не издевались, не оскорбляли, не пытались его вести из себя. Он ни на что не реагировал, ко всем относился одинаково, дружелюбно, даже в лице не менялся, когда кто-то прямо делал им очередную гадость. И вот его, как настоятель этого монастыря вызвал, и начал спрашивать. Как-то достиг такой святости практически. Тебе кто что не делает, какие-то гадости, колкости, кто тебе что не говорит, даже в лице не меняешься, ко всем относишься одинаково, нормально. Ну, этот монах ему говорит, ну, как, эти псы недостойны того, чтобы я на них злился. Тоже есть над чем подумать. Это эти, говорит, собаки недостойны моего внимания. Вы человек глубокий, думающий, рефлексирующий. Видно, что с богатым внутренним миром, который вас опять протекает. Куда идти, что делать? Опять же, многие монахи, они уходя от людей, потом не возвращались, а многие не возвращались. Кто-то что-то понимал. Универсального пути, что здесь, что называется, здесь нет. И вы, я надеюсь, что свой отыщете. Ну, опять же, держите в курсе. С вами был Антон Сарвачев. Подписывайтесь на мой бусте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok